Здравствуйте, уважаемые телезрители на ТВ Коми. В это время, как всегда, программа «Спросим прямо» в студии Марии Латышева. А в гостях у нас сегодня сразу два представителя дирекции по паркам культуры и отдыха. Это, собственно, директор Эдуард Григорьевич Харанутов. Здравствуйте. А также у нас сегодня заведующий художественно-постановочной частью дирекции Павел Серебренников. Здравствуй, Павел. Здравствуйте, Мария. Ну, давайте первый вопрос директору. Начнем сначала. Я знаю, что буквально с января вы возглавляете дирекцию наших парков. Расскажите, что сегодня изменилось с вашим приходом? Мы можем говорить о том, что что-то прям кардинально поменялось в системе парков городских? Ну, пока она для начала, наверное, говорит, что кардинально не столько времени прошло, чтобы говорить о таких вещах. Сегодня задачей нашей для себя мы определили, что было очень много до этого сделано в парках. Сегодня наша задача отревизировать то, что было сделано, привести в порядок, значит, и определить те моменты, которые, значит, должны быть для улучшения работы в этих парках. Так, давайте поделимся. Парка три, ваша компетенция, да? Да, три парка. Это парк юбилейный, парк имени Жанаева и парк имени Орешкова. Значит, эти три парка у нас сегодня работают. Значит, после зимнего периода, когда все растаяло, мы провели очень большие работы с привлечением организаций, учащихся. Значит, уборка, восстановление мафов, объектов, в частности, покраска, побелка, ремонт ограждений. Значит, и также сегодня мы в преддверии начала весенне-летнего сезона провели ремонт, запуск поливной системы. Во всех парках запустили, отремонтировали все фонтаны, которые сегодня работают в штатном режиме ежедневно. Значит, и приступили сегодня к зеленым посадкам. Так. Не хватает зелени в парках сегодня? Жалуются горожане или? Ну, зелени, наверное, всегда не хватает. Тем более, сегодня парки у нас действительно страдают тем, что очень много деревьев гибнет. По каким причинам? Сегодня мы, значит, отрабатываем с Академией сельскохозяйства. Значит, по вопросу проведения работ, по выявлению причин, почему страдает зелень, почему гибнут деревья. Значит, они должны обследовать почву, сами деревья, вплоть до анализа воздуха. И, значит, наверное, выдают заключение, где будет понятно все-таки более-менее точно, почему, значит, происходит такое. А до этого никто не занимался этим вопросом? Или это в последнее время стали так гибнуть? Ну, наверное, я не могу сказать сегодня, занимались нет, но, в принципе, сегодня это все. Каждый человек понимает по-своему. То есть, вот один видит, что оно засохло, значит, плохо поливаем. Другой видит, значит, что там корни повредились, да. Значит, третий говорит, что там почву нетает и так далее. То есть, сколько людей, столько мнений, да. Понятно. Поэтому, чтобы уйти от всего этого, значит, все-таки наука должна здесь сказать свое слово, поэтому мы вот сегодня с ними отрабатываем. Я думаю, в конечном итоге будет серьезный документ, на основании которого мы можем потом принимать определенные меры для того, чтобы сохранять, по крайней мере, зеленую массу в парках. Ну, это деревья какие-то вот больные убираются на их место. Что высаживается? Только кустарники или деревья тоже сегодня есть? Нет. Значит, сегодня, чтобы убрать какое-то больное сухостойное дерево, значит, мы, соответственно, обращаемся предварительно к экологам нашим городским. Значит, есть такой отдел в Комитете городского хозяйства, который, значит, выезжает на место, обследует это дерево и дает заключение. То есть, если оно подлежит сносу, соответственно, оно его маркирует, выдают определенный документ, и, согласно этому, мы привлекаем специалистов лесного городского хозяйства, значит, они выезжают на место и производят спил этого дерева. Ну, простая логика, значит, если вырубили какие-то деревья, значит, надо садить вместо них что-то. Соответственно, мы сегодня садим саженцы, кустарника. Вот 17-го числа мы приступили к посадке крупномерных деревьев до 3-х метров ростом. Значит, в парке Орешково приступили. В общей сложности там будет посажено порядка 30 штук в этом сезоне, то есть весной. Сегодня, на сегодняшний день 25 мы посадили уже. Значит, ну, как специалисты говорят, что крупномерное дерево взрослое, оно уже, стол сформировался, корневая система жизнеспособная, поэтому будем надеяться, что приживется. Ну, а вообще в целом приживаемость, кто изучал, в прошлом году наверняка же тоже высаживали. Да, ежегодно высаживаются зелень, саженцы. Ну, как бы статистика, она говорит о том, что до 70% должно как минимум приживаться. Примерно так получается, потому что те саженцы, которые садили в прошлом году, в этом году их обследовали. Они же у нас как бы учтены все, потому что бюджетные средства, мы за них несем ответственность, поэтому обследование прошло. Примерно так получается. Хотелось бы поговорить о реконструкции парка Жанаева. Парк вошел, мы знаем, в программу «Комфортная городская среда». Была выделена сумма, а сумма немалая. Парк обещали, что прямо изменится и будет другим сегодня. Это так? Да, значит, парк Жанаева действительно один из старейших парков города. В свое время во всей стране такие проблемы были. Пришло запустение, были проблемы, как и везде. Ну да, заводчане жаловались многие, что... Парк Жанаева, тем более они всегда считали, что это их парк, то есть как соцгородок авиазавода, очень болезненно, наверное, к этому относились. Но вот в прошлом году изыскались возможности, средства. Была проведена очень большая работа по реконструкции и восстановлению этого парка. В частности, вот та территория, которая сегодня есть, на сегодняшний день парки сформированы. Начиная с ограждения, новое было поставлено, значит, сделаны дорожки асфальтированные, посажено очень много саженцев, восстановлена, значит, система электросвещения по всему периметру, установлены видеокамеры, восстановлен, да, фонтан, сделан полив автоматический, значит, и сегодня, значит, приобретена сцена новая, значит, для проведения мероприятий, восстановлены детские спортивные площадки, по самому современному слову, так сказать, можно. И сегодня, начиная, вот его сдали работы в декабре месяце, начиная с января месяца, мы уже там проводим мероприятие. Очень плотный график, то есть кроме того, что общегородские праздники, значит, государственные праздники, плюс ко всему, по нашей программе, то, что мы запланировали, также, значит, очень активно в этом участвует авиазавод, то есть там правком есть, которые очень активно заинтересованы в этом деле, и поэтому очень много мероприятий, начиная с новогодних, масляницы. Ну, про мероприятия, да, я думаю, Павел нам расскажет сейчас, все было сделано, как согласно смете, все, что хотелось, воплотилось, или... Ну, по большому счету, конечно, говорить, что все идеально, все бывает, это нигде такого, наверное, нет, есть сегодня проблемы, тем более, это сезонные, может быть, моменты, в том плане, что это зимой проводилась реконструкция, вот, поэтому очень многие работники, которые мы принимали в этом парке, значит, перенесены были на весну, то есть начиная с тех же саженцев, то есть зимой как принимать, мы дождались, что они сейчас должны распуститься, если они живые, то живые, если которые погибли, значит, подрядчик, имея обязательство, сейчас их подсаживают. Так, помимо саженцев, недоделок не осталось? Ну, есть, конечно, там чисто строительные, там где-то по дорожкам вопросы, по плитке есть вопросы, ну, подрядчик, согласно гарантийным обязательствам, зайдут, они должны привести в порядок, все. Понятно, но вы будете за этим следить за всем. Ну, мы заинтересованы в этом. Павел, расскажите о сцене, как там выступать на новой сцене, соответствует она всем требованиям? Действительно, она такая, сколько там, сколько обошлась сцена? Сцена, да, очень хорошая для проведения культурно-массовых масштабных мероприятий. Мы проводим там новогодние каникулы, да, там прошли. Масленица очень масштабно, очень много народу посетило это мероприятие. Полетели, хотелось бы отметить, полетели. Это выставка авиамоделистов Бурятии. К сожалению, полетать нам не удалось, но, тем не менее, выставка состоялась. Ребятишки были очень довольны, заинтересованы, и по достоинству их работы были оценены с комиссией. То есть ребята представляли свои какие-то летательные аппараты, которые они сами делали, да? Да, то, что они сделали своими руками. То есть наблюдатели не летали, но наблюдали. Понятно. Что еще ближайшее, близятся какие-то мероприятия? Как раз таки сегодня, сегодня состоится открытие парка здоровья официально в Женаево, где будет у нас выступать наш муниципальный концертный духовой оркестр, да, то есть который полюбил народ и постоянно его просит выступлений. То есть это более возрастное поколение наше, да, бабушки, дедушки с удовольствием приходят в парк и танцуют, вальсируют. Ну вообще, насколько я понимаю, вот этот проект «Парк здоровья», что он, давайте расскажем телезрителям, что предполагает и что, как они могут им насладиться этим проектом, как вообще участвовать в нем. Каждый ли может прийти в парк и в 8 часов начать заниматься зарядкой? Это доступно всем абсолютно, горожанам? Как раз таки, Мария, с 8 утра у нас начинаются зарядки, в парке юбилейные они проходят с понедельника по пятницу. Будние все дни, да? Все будние дни, да. В парке Орешково это понедельник-пятница, тоже 8 утра, и в Женаево 3 раза в неделю понедельник-среда-пятница. Принять участие может каждый, любой желающий. То есть, это интересно, мне кажется, и прийти, познакомиться с кем-то, заниматься скандинавской ходьбой. То есть, работают инструктора Центра физкультурно-массовой работы, которые правильно преподают всю технику. Прекрасно. И целый час на свежем воздухе можно подтянуть себя и привести форму. Да, целый час. Пользуются ли этим у Ланденца? 8 часов, работа, все на работе. А в основном, наверное, контингент на все-таки пожилое, пенсионеры или как? В основном, да. В основном, да. В планах у нас сделать именно социальный проект для молодежи. Это экспериментальный дэнс-класс. То есть, привлечь молодежь, я, можно, даже обращаюсь с призывом к тому, чтобы на нас выходили различные организации молодежные, танцевальные. Принимали с нами активное участие именно в проекте «Парк здоровья». Им тоже надо будет с утра танцевать? Не обязательно. Поднимем ли молодых с утра? Не обязательно. Ну, утром можно оставить время пенсионерам, а после обеда... Там есть график, есть. Там есть график на протяжении всего дня, да, проводятся спортчасы. Там ушу, цигун, да, то есть масса мероприятий спортивных. Понятно. Ну и, конечно же, музыкальные площадки будут у нас работать. И сегодня зарядки, все с музыкой, все как полагается. Да, конечно. Эдуард Григорьевич, к вам вопрос. Много лет горожане, ну и справедливо жаловались, что парки были, ну, понятно в каком состоянии, да, понятно, что не было, может быть, крепких хозяйственников, не занимались. Вот давайте расскажем о планах. Помимо того, что парк Жанаева вошел в программу, да, комфортно, что еще появится в наших парках? Ну, я, может, повторюсь, значит, сегодня, как вы сказали, значит, по созданию комфортной среды для горожан, в частности, гостей, значит, парки должны, соответственно, я так понимаю, что должны исполнять, наверное, два направления, две функции, да, то есть это должна быть зеленая масса легких городов, так называемых, чтобы они были, да, то есть работа в этом направлении, и плюс начинка культурно-массового, спортивного, о чем мы говорили. Поэтому, условно, мы сейчас проводим для себя зонирование такое, то есть сколько все-таки от зеленой массы должна вот эта территория занимать, да, и наполнение, то есть, в частности, вот на летний период, если говорить сегодня, мы проводим аукционы по заведению, значит, предпринимателей, желающих, которые, значит, будут там работать, то есть кроме торговли, аттракционы детские и так далее, вот, а наша видимость в дальнейшем, то есть, чтобы, ну, не хватает у нас сегодня одна из проблем, вот, что спрашивали, есть ли проблемы, есть проблема такова, что ни в одном городском парке сегодня нет у нас точки общепита нормального, то есть, естественно, желание, когда человек приходит, тем более с детьми, должны, значит, там, наверное, отдохнуть, где-то могли перекусить и посидеть, да, то есть у нас сегодня ни в одном парке у нас нет такой точки общепита, которая бы, ну, соответствовала бы всем этим желаниям людей, да. А почему не заходит сам предприниматель, или там много норм и правил, которые сложные? Я не скажу, как, потому что в юбилейном там попытки были, значит, построено там помещение, но сегодня не запущено, вот, то есть, одна из задач стоит, то есть, все-таки довести дома, вот это помещение сделать, значит, точка общепита, то есть, чтобы мы могли там в детском направлении, может быть, ассортимент должен быть какой-то, я не знаю, значит, достроить и запустить его в работу. Значит, в парке Жанаева то же самое, то есть, рассматриваем сейчас возможность все-таки поставить точку общепита, то есть, кафе это будет или еще что-то, значит, в планах стоит в этом году запустить в Жанаево, значит, мангальную зону, то есть, территории отдельно, значит, огороженные, чтобы там люди могли в выходные дни приехать там, пожарить шлыки и так далее, там, выпить напитки, ну, провести время какое-то, тем более, сейчас есть такое настроение у молодежи, то есть, даже школами, да, учащиеся, выезжая на природу, тем более, сегодня запрещено в лес выезжать, то мы надеемся, что в течение лета будет к нам приезжать, значит, и проводить время, то есть, по общепиту упор сделать, значит, второе, значит, направление по, может, это хозяйственная работа, но, по крайней мере, в хозяйственном плане у нас по строительству нужно очень много построить хозяйственных помещений, то есть, сегодня мы планируем поставить, но склады, не склады, сегодня у нас очень много имущества, которое находится в парках, сегодня не устроено, то есть, находится под открытым воздухом и так далее. Сегодня мы планируем во всех парках построить эти склады и там же отделить помещение для того, чтобы предприниматели могли проводить прокат в ту же зиму коньков. Сегодня у нас помещений специально для этого нет. Катки мы заливаем зимой, люди сидят в ОБК у нас в складах и так далее. То есть отдельное помещение, чтобы было там и могли выдавать те же велосипеды в летнее время зимой, коньки и так далее. А сегодня вообще с прокатом, по-моему, тяжело, да? Или есть где-то в парках? Есть. Зимой мы занимались, о чем я говорю, прокатом коньков. А сейчас на летнее время у нас в парках заходят прокаты самокатов, велосипедов. Но вообще, если говорить о том, востребованы ли улан-дэнсами парки сегодня ходят, стали активнее ходить или все же хотелось видеть больше улан-дэнсов? Как проводят время? Или все за компьютерами? Или после реконструкции все же вы ощутили, что прям народ пошел? По крайней мере, авиазачане точно оккупировали парк? Нет, парки сегодня очень востребованы. Народ посещает, массово посещает, ежедневно. Противоклещевую обработку проводили? Да, если возвращаясь к этому, то есть подготовки к летнему сезону мы провели противоклещевую обработку, актерицидную обработку, от грызунов и так далее. Согласно плану, все это проводилось. Сегодня проведена подрезка деревьев, сегодня сейчас готовится посев газонов и так далее. То есть подготовительные работы проведены. А парки вообще востребованы очень, потому что даже не в праздничные дни народ очень много посещает парки. И хотелось бы, конечно, чтобы, ну, чем больше, тем лучше. Поэтому надо создать все условия, чтобы мы там, и кроме того, чтобы комфортно было, где посидеть и отдохнуть, тихие уголки так называемые. И в то же время было чем заняться и различить и так далее. То есть сегодня и по строительству может быть дополнительных точек спортивных. То есть рассматриваем возможность постройки, ну, по крайней мере, может в одном парке теннисного корта. Значит, и для детей, те, которые занимаются вот этими различными спортивными видами там роликов и прочих там дел, скейтборда и так далее, построить все-таки эти площадки. Но сегодня в наших парках нет же таких прям зеленых газончиков, чтобы прийти расположить спикничок. Пока таких нет зон? Вот надеемся, что все-таки это будет. Сейчас вот буквально на днях мы приступаем. Грунт завезли уже во все парки, значит, делаем планировку. И вот на днях, буквально сегодня-завтра приступим к посадке газонов. Значит, семена закуплены, поливная система запущена, работает. Ну, все зависит теперь будет от нас, в том плане, что посадим, как будем ухаживать. Да, ну, это тоже довольно дорогостоящий, по-моему, газон удовольствия. Дорогостоящий, дорогостоящий. Во всех парках появится газон? Во всех парках, да. А какова площадь будет? Это будут какие-то маленькие территории? Ну, сегодня, как бы, те газоны, которые были, в первую очередь, они будут осеваться. Значит, и посмотрим, если все-таки это дело пойдет, у нас, то есть, приживаемость, хорошие будут семена, то есть, окажутся, да, и мы нормально их обслуживаем, будут рассеять. Будем расширять просто зону. Понятно. Будет где отдыхать, Павел? Давайте еще о мероприятиях. Понятно, что 1 июня день защиты детей. Давайте поподробнее. Что будет, где будет, кто сможет прийти, понятно. Все мамы, папы и детки. Конечно, 1 июня у нас открытие летнего сезона. Очень много спортивных мероприятий пройдет в трех парках. С утра прямо до вечера, наверное. С утра у нас будет Зорничка в парке Орешково с 10 часов, где принимают участие дошкольные учреждения железнодорожного района. Затем с часа у нас, касаемо Орешково, начнется танцевальный флешмоб «Танцуй город», который проводит театр современного танца «Угол зрения». Все его знают и любят. Затем у нас будет развлекательная программа для детишек, игры, конкурсы, призы, подарки и, конечно же, веселые аниматоры. Так, это Орешково. Это Орешково, да. Давайте о других расскажем. Юбилейный. Юбилейный у нас будут веселые старты с трех часов. Приглашаем всех желающих принять активное участие. Затем концертная программа детских творческих коллективов, школ искусств нашего города. И Жанаева. У нас три парка. Загорчан порадует чем-то? Да, Загорчан у нас порадуем. Не оставят для внимания? Нет, конечно. Порадуем мы спортивными мероприятиями, да, тоже. У нас пройдет квест. Квест называется «Краски лета». Принимают участие у нас детишки. Это вот эти краски-холи, когда все обсыпают с красками? Нет, краски лета. Там, то есть, по этапам в виде спортивного ориентирования. Ну, там есть где побегать в парк Жанаевского. Да, ездить побегать, конечно. Вот. Затем у нас будет тоже развлекательная концертная программа с участием коллективов, да. Ну, либо не подвела погода еще, да, первую? Да, мы прямо молимся, чтобы погода была очень теплая, да, действительно. Наша непредсказуемая Сибирь. Ну, завершая программу, я бы хотела, Эдуард Григорьевич, от вас услышать, как от директора, собственно, всех наших парков. Каким вы увидите, скажем, в идеале через год или через два? Вот прям будут изменения? Почувствуют ли горожане? Давайте чего-нибудь пообещаем хорошего. Ну, пообещать можно много чего, значит, ну, я все-таки думаю, что мы приложим все усилия, тем более команда у нас собралась очень хорошая, в этом году у нас штат увеличился, поэтому люди заинтересованы, уже проверены, видно по глазам, глаза у всех горят, есть интерес у всех работать, поэтому, я думаю, должно получиться. Значит, что в конечном итоге мы добьемся того, что, во-первых, все-таки опять возвращаясь к больной теме, парки наши будут зелеными, красивыми, те аттракционы, которые мы планируем, они будут работать, радовать наших людей, вот, ну, и мероприятий, я думаю, с каждым годом будет все больше и больше, в этом нам поможет все заинтересованные люди, в частности, наши учредители, комитет по культуре у нас, поэтому потенциал есть, как привлечь людей массовыми мероприятиями, поэтому, я думаю, что приглашаем всех. Ну, и Павел тоже молодой, амбициозный, обещает нам, что будет много мероприятий, так? Да, естественно, и в летний период тоже в проекте у нас проведение проекта, проект «Открытая сцена», где приходит любой желающий, любитель, профессионал с гитарой, с барабаном и выступает. На сцене? На сцене, да. Это какие-то определенные дни будут? Как горожане будут об этом узнавать? Горожане могут об этом узнать на нашем сайте или на страничке ВКонтакте, это парки 03. А как-то в парках просто вы развежете объявление, что проходящие люди видели тоже? Да, конечно, у нас есть рекламные щиты, баннеры, мы размещаем. В общем, все на сцену и все дышать почаще, проводить время на природе. Я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был директор дирекции парков и культуры отдыха Эдуард Харанутов. Спасибо вам за беседу, а также заведующий художественно-постановочной частью дирекции Павел Серебренников. Спасибо за беседу, всего доброго и до встречи в эфире телеканал ТВКОМ. Редактор субтитров А.Семкин